Продолжаем выпуск. Сибирские фермеры могут поставлять продукты в комбинаты школьного питания. Для этого им необходимо объединиться в ассоциацию. Сегодня в Министерстве сельского хозяйства обсуждали, как это лучше сделать и что влияет на объемы собственного производства в регионе. Пшеницу и рожь перерабатывают 43 предприятия и 125 мини-мельниц. Однако производственные мощности используются только на четверть. Устаревшее оборудование не позволяет производить конкурентную продукцию. Большинство мукомольных предприятий работают в Алтайском крае. Это подтверждает банкротство и последующая продажа старейшего новосибирского мелькомбината московским предпринимателям. В Минсельхозе считают, ситуацию нужно менять кардинально. Все то, что производится в области, должно здесь перерабатываться. Почему? Потому что ведь те суммы средств, которые идут на субсидирование и сельхозтоваропроизводителей, и по разным направлениям есть меры поддержки и переработчикам, эти деньги должны работать на экономику Новосибирской области, а не на субъекты соседних регионов. Например, за три года долю молочных продуктов собственного производства в области доведут до 93%. Особый контроль и за качеством товара. В прошлом году инспекторы Россельхознадзора выписали штрафов на миллион рублей. Кроме того, управлением выявлено семь предприятий, не осуществляющих деятельность по заявленному на упаковке адресу, хотя позиционировались они как предприятия Новосибирской области. В отношении шести в настоящее время правоохранительными органами проводится расследование. Обсудили и инициативу местных фермеров обеспечивать продукции школьные комбинаты питания. Для этого необходимо создать ассоциацию фермерских хозяйств. Не менее десяти представителей в каждом районе области. Сегодня же только 10% школьного ассортимента местного производства. Во-первых, что неохотно мелкие хозяйства, я бы сказал, неохотно, не заявляются на аукционы, на конкурсные процедуры. Во-вторых, не всегда они могут выдержать логистические издержки, потому что наша специфика такова, что и школы, и детские сады закупаются малыми объемами, особенно скоропольческие продукты. Все эти вопросы должны быть отражены в стратегии развития пищевой промышленности. Ее должны принять до 1 июля. Виктория Рыжих, Андрей Дулепов, Новости ОТС.